Сколько именно времени звезда сериала «Моя прекрасная няня» провела в больничной палате? Этот вопрос и по сей день волнует поклонников. За последние пять лет в прессе и соцсетях муссировались самые невероятные слухи, впрочем, некоторые из которых в итоге подтвердились. То, что Анастасия Заворотнюк месяцами лежала в кровати, ранее отметил источник из окружения известного сплетника Антона С. А сегодня уже другой инсайдер рассказал шокирующую историю о якобы попытках журналистки Лауры Джугелии очернить Петра Чернышева и старшую дочь покойной актрисы Анну. То, что стоит за очередным сливом информации, достоверность которой вызывает множество вопросов, папочка всех сплетников воспринял как самый настоящий ребус. Ведь если Чернышев действительно такой злодей, каким его якобы описывает светская львица, то почему этот ужас стал достоянием общественности лишь сейчас. Антон, привет, долго думала, сливать эту информацию или нет. И вот решилась, лови сенсацию, Лаура Джугелия всем в звездной тусовке по секрету рассказывает о Насте Заворотнюк. Распускает намеренно слухи. Со слов Джугелии, два года назад Насте Заворотнюк предстояла серьезная операция, ее должны были вести в искусственную кому. Врачи сказали сразу, что шансы 50 на 50. Настя согласилась, но в итоге что-то пошло не так и из кома актриса так и не вышло. Ее супруг Петр Чернышев принял решение отключить ее от аппаратов. Дочь же якобы трижды собирала деньги на лечение матери, а потом их тратила в Дубае. Цитируют информатора блогер. В такие дикие слухи, естественно, верится с большим трудом. К тому же Анна Заворотнюк ни разу не проводила никаких публичных сборов средств. Что касается Чернышева, то напрашивается мысль, что кто-то намеренно хочет навредить его репутацией, и именно поэтому распространяет небылицы. Якобы с самого начала болезни он стал продавать шубы и дорогие украшения Анастасии. Куда он тратил деньги, непонятно, ведь все операции и лечения были экспериментальными и бесплатными, приводит слова инсайдера-блогер.